Где же у ткани лицевая сторона? Чаще всего такой эффект присутствует в атласных шелках и сатиновых хлопках. В зависимости от этого лицевую и изнаночную сторону мы будем определять по-разному. Всем привет! С вами Школа Шитья Хочу Шить и ваш проводник в мир тканей Мария Малышева. Сегодня мы поговорим о лицевой стороне ткани, как ее определить и нужно ли ее определять вообще. Не забудьте подписаться на наш канал и включить все уведомления, чтобы не пропустить новые полезные ролики. Ну и, конечно, жмите пальчик вверх. Есть разные виды тканей, ткацких переплетений и финальных обработок. В зависимости от этого лицевую и изнаночную сторону мы будем определять по-разному. Самый верный признак определения это проколы, выполняемые ткацким станком по кромке. Иглы вводят с изнаночной стороны, образуя дырочки, следовательно, с лицевой формируются выпуклости, которые ощущаются тактильно. Кромка без проколов с изнаночной стороны выглядит более шероховатой, а с лицевой гладкой. Надпись на кромке. У многих печатных тканей или хороших костюмных шерстей есть прописание маркировки по кромке. По лицевой стороне, соответственно, она будет хорошо читаться. Также есть еще один способ. У большинства однотонных тканей на кромках с лицевой стороны есть цветные нити, которые не видно на изнаночной стороне. Конечно, бывает так, когда у нас остался кусочек ткани без кромки. Тогда нам нужно будет прибегнуть к другим способам определения лицевой стороны. Если у вас набивная ткань, то есть на ее поверхности нанесен печатный рисунок, то можно определить по нему. Рисунок с лицевой стороны всегда яркий, насыщенный и четкий. Изнанка более блеклая или однотонная. В гладких тканях изнаночная сторона, как правило, более пушистая, которая легко определяется как тактильно, так и визуально. Так происходит, потому что лицевую сторону опаливают и микроворс сгорает. Таким образом подчеркивается гладкость ткани. На ворсовых поверхностях наличие ворса и определяет лицевую сторону. Для ворсовых тканей характерно направление ворса. То есть мы смотрим, мы его гладим. Наличие ворса увеличивает расход ткани при раскрое, потому что ворс должен идти на деталях строго в одном направлении. Об этом мы рассказывали в ролике по раскладке на ткани. Посмотрите обязательно, там очень много примеров. Саржевое переплетение чаще всего встречается в джинсовых тканях. На ее поверхности можно увидеть четкие диагонали. На лицевой стороне эти диагонали будут идти снизу вверх, слева направо. Если мы перевернем наизнанку, соответственно диагонали пойдут наоборот. Снизу вверх, но справа налево. Допустимые дефекты на некоторых тканях не считаются браком. Такие как мелкие узелки, утолщение нитей, они все выводятся на изнаночную сторону. Прежде чем перейти к следующим пунктам, хочу напомнить, что материалов в мире существует великое множество. И чтобы в нем разобраться, необходима практика. Практика и еще раз практика. А получить вы ее можете даже в формате онлайн. Мы создали курс по готовым выкройкам, в котором делаем акцент на технологию пошива и работу с материалами. Вы научитесь работать с тканями, трикотажем, самыми капризными и пальтовыми материалами. Изделия для пошива вы сможете выбрать на свой вкус. Это может быть худи или свитшот, юбки, блузы, платье, жакет или пальто, брюки. А также вы сможете создать из них капсулу. Ссылку на сайт курса, конечно, оставлю в описании. В атласных тканях лицевая сторона более глянцевая, с ярким выраженным блеском. А изнаночная сторона более матовая. Чаще всего такой эффект присутствует в атласных шелках и сатиновых хлопках. Кстати, стороны атласного шелка часто комбинируют в одном изделии. Атласное переплетение одно из самых деликатных. Его рекомендуется часто и сильно стирать, потому что за счет стирки интенсивного повреждения может исчезнуть глянцевый блеск. Стороны фактурных тканей, таких как букле, жаккардовые, кружевные полотна, ткани в стиле Шанель и другие, легко отличить визуально и тактильно по объему рисунка, структуре нитей, яркости и выпуклости принта и другим характерным особенностям для конкретной ткани. Сюда же отнесем рисунки кружев. Как правило, на лицевой стороне кружевного полотна есть кордовая ниточка или рисунок более ярко выражен. А на изнаночную сторону кружева выводятся узелки от соединения нитей. В данном варианте у нас есть кордовая ниточка. Вот она идет, фактурная. А изнанка более гладкая. Креповые и двухлицевые ткани, как правило, одинаковые с обеих сторон. Поэтому в качестве лицевой вы можете использовать любую сторону. Это же касается многих костюмных тканей, лицевую сторону которых невозможно прочесть ни по одному пункту выше. В подкладочных тканях главной функцией является скольжение, поэтому выбирайте наиболее гладкую сторону, как лицевую. Или же смотрите на читабельность надписи, если выбрали жаккардовую подкладочную ткань. Ну и конечно же, чтобы не мучиться с определением лицевой стороны дома, вы можете при покупке спросить у продавца, где же у ткани лицевая сторона. Часто при приеме товара в магазине консультанты перематывают ткани и знают, какая изначально сторона лицевая, какая изнаночная. А чтобы не перепутать лицо и изнанку во время шитья, вы можете мылом помечать изнаночную сторону, например, крестиками или другими пометками. На этом список заканчивается. Если вы знаете больше способов определения изнаночной лицевой стороны, пишите в комментариях. Подписывайтесь на наш канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски о материаловедении. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, потому что когда-то и сама работала в магазине тканей. Пишите ваши пожелания и до новых встреч на канале Хочу Шить! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok